Каждую среду в студии телеканала Самара ГИС мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. Ученые Самарской губернии работают над второй квантовой революцией. Какие возможности предоставят пользователям квантовый компьютер и квантовый интернет? Когда квантовые технологии станут доступны для практического использования? В нашей студии Иван Антонов, доцент кафедры физики Самарского университета имени Королева, старший научный сотрудник самарского филиала ФИАН. Иван, добрый вечер. Спасибо, что пришли в нашу студию. Ну и я предлагаю сразу по имени, потому что у вас, скажем так, большое научное прошлое, в том числе за рубежом, и привычка, наверное, это осталось. Здравствуйте, Ян. Спасибо большое за приглашение. Буду рад ответить на ваши вопросы. Ну и вот давайте начнем тогда с самого начала. Мир, как говорят, стоит на пороге второй квантовой революции. Тема очень объемная. Вы сейчас фактически, насколько я понимаю, участвуете в создании технологий, которые позволят разработать квантовый компьютер. Я правильно понимаю? Ничего не путаю? Да, все верно. Что это значит? Вот чем вы занимаетесь? Что конкретно делаете вы для того, чтобы появился вот этот самый квантовый компьютер, который, как говорят, это будет принципиально новый шаг? Да, я понял вопрос. Ну, в первую очередь, давайте, наверное, немножко сделаем экскурс, определим, что же такое квантовая революция, почему она вторая. Первая квантовая революция, ну, условно, можно сказать, произошла примерно в 20-е годы прошлого века и заключалась в создании, в понимании того, что микромир устроен сильно по-другому, чем привычный нам макромир, и в создании квантовой механики, которая описывала законы этого самого микромира. Вторая квантовая революция, которая вот считают, что происходит последние два десятилетия, заключается в том, что мы залезли в этот микромир, разработали технологии, которые нам позволяют контролировать его объекты на уровне отдельных квантов, отдельных частиц, отдельных молекул, и теперь пытаемся использовать эти механизмы контроля в наших прикладных, возможно, целях. Если совсем вкратко, да, это, в общем, понятно. И говорят, что эти возможности, которые потом предоставят вот эта технология, то есть вот первая квантовая революция отдала транзисторы, если я правильно понимаю. Да, например, да, или лазеры. Или лазеры, да. И транзистор, и лазер дали возможность создать, ну, тот компьютер, которым мы сейчас пользуемся, и все вот производные от этого компьютера, телефоны и так далее, и так далее. Вот квантовая революция, вторая, если я правильно понимаю, позволит создать принципиально новые скорости обработки информации, я правильно понимаю? Да, да. Значит, смотрите. И за счет чего? За счет чего, да. Что мы ожидаем от второй квантовой революции? Это несколько основных направлений, в которых может произойти такое взрывное развитие. Это, собственно, создание квантовых компьютеров, которые ускоряют способы обработки информации принципиально за пределами возможности классических так называемых компьютеров, то есть привычных нам компьютеров. Это квантовая связь, которая представляет из себя идеальный невзламывающий механизм шифрования. Это квантовые сенсоры, то есть устройства сверхчувствительные за счет того, что квантовые системы, вообще говоря, чрезвычайно чувствительны к внешним воздействиям. Вот квантовые сенсоры позволяют это свойство использовать. Ну, из того, что сейчас есть уже, это стандарты частоты, квантовые часы, атомные часы, основанные на технологиях, в общем, второй квантовой революции. Значит, немножко подробнее о квантовых компьютерах, потому что вот эта тема мне наиболее близка. Почему они позволяют обрабатывать информацию быстрее, чем классические, и в каких применениях? Есть целый большой класс задач, в которых с ростом размера рассчитываемой системы происходит так называемый экспоненциальный рост сложности. Это, ну, звучит довольно страшно, но понять очень просто. Вот есть такая притча про мудреца, который изобрел шахматы и попросил его вознаградить, положить одно зернышко на первую клетку, два на вторую, четыре на третью и так далее. На каждую клетку вдвое больше. Казалось бы, ерунда. Казалось бы, ерунда, да. И визирь, правитель, который его согласился, он думал, что это очень мало. И когда его счетоводы взялись считать, они поняли, что ресурсы всего его государства закончатся примерно на пятой линии этой шахматной доски. То есть заполнив половину, требовалось отдать где-то 100 тонн зерна. Заполнив еще одну линию после половины, ну, уже речь шла там о 25 тысячах тонн. Если мы возьмем ресурсы современного человечества, сколько мы зерна производим, да, то вот полностью заполненная шахматная доска примерно превосходит годовое производство зерна всем человечеством на три порядка. То есть там примерно триллион тонн зерна. И вот этот пример, он показывает, что экспоненциальный рост, ну, в данном случае не сложности, а количество, да, это нечто, что контруинтуитивно, потому что, ну, правитель не понял даже, на какие он подписался условия. И, во-вторых, он очень быстрый, его невозможно перебить. Можно решать какие-то задачи, ну, грубо говоря, на первой половине шахматной доски, где у нас есть пока ресурсы. Но перейдя на вторую половину, мы обнаружим, что вот еще одна клеточка и все. А потом мы развеем технологию и вроде бы залезли на следующую клетку, а там еще одна клеточка и все. А интересные проблемы, они где-то на последней линии, а нам туда как бы не добраться. Ну, вот что это за проблема расчетная с таким ростом сложности? Это, например, ну, собственно, с чего начинался квантовый компьютер? Это расчет свойств вещества, свойств молекул, материалов, исходя из первых принципов, из законов квантовой механики. То есть, такой расчет, он очень быстро мы понимаем, что классическими способами записи информации мы охарактеризовать квантовую систему не можем. Почему это происходит? Вот есть такое понятие, значит, двухуровневой системы квантовой, у которой есть два состояния. Ну, можем их условно назвать 0 и 1. Да, и казалось бы, что вот, ну, это что-то аналогичное биту в информатике. Двачная система счисления. Да, двачная система, да. Но квантовая система может быть в суперпозиции этих двух состояний 0 и 1. То есть, это не просто нолик или единичка, это точка двухмерной системы координат. Точка на плоскости, ну, или, если совсем быть корректным, в квантовом мире это точка на поверхности сферы. То есть, у нас есть направление вверх на северный полюс сферы. Направление вниз, на южный. А система может быть где-то на экваторе и в произвольном образом повернута. И квантовая система сложная, интересная. Она может представлять из себя не одну такую систему кубита, да, квантового бита, а, допустим, 200. И чтобы записать состояние такой системы, учитывая все возможные суперпозиции, нам нужно взять все возможные комбинации северных и южных полюсов. И вот в этом пространстве, которое может иметь размерность 2 в степени 200, то есть это очень-очень большая система, да, нам нужно записать вот столько чисел, чтобы сохранить просто состояние этой системы. А потом нам нужно с этим объемом информации, которые там какие-то бешеные просто петабайты, да, что-то делать, какие-то вычисления. И очень быстро оказывается, что с ростом размера квантовой системы мы не можем, в общем-то, это обсчитать. А зачем нам это нужно? Ну, например, расчет свойств новых лекарств, да, чтобы их не синтезировать, а сначала прикинуть на компьютере, вот как они будут работать, на что они будут действовать, какие у них будут побочные эффекты, вот. И вот мы знаем, как это сделать, но мы не можем физически. И вот, если я прошу прощения, что вас прерываю, вот если я правильно понимаю, для того, чтобы вот создать этот компьютер, который позволит, ну, просчитывать принципиально новые вещи, вот вы сказали лекарства, то есть лекарства, которые, там, ну, на 99,9, наверное, десятых уже будет понятно, как действует. А нужен компьютер, вот в основу этого компьютера, чтобы он появился, что нужно создать-то, вот на чем вы, например, сейчас работаете? Да, да. В основу компьютера, ну, есть разные предложения, разные направления. Это квантовый хард, да, хардвэр компьютерный. Сейчас ведущие направления — это вот компьютер на захваченных атомных ионах, то есть мы используем атомы, которые обладают квантовыми свойствами, как бы по определению, да. Мы их удерживаем в глубоком вакууме в системе, называемой ионная ловушка. Это, в общем-то, система, которая создает электрическое поле, которое не позволяет атомам улететь. И операции, которые мы производим над этими атомами… Мы, это сейчас вы и ваши коллеги, это и вы этим занимаетесь, я правильно понимаю? Я этим занимался и занимаюсь сейчас, но в большей степени это, конечно, относится к коллективу «ФИАН», который разрабатывает компьютер на ионных ловушках. Там действительно есть работающий квантовый компьютер на ионах. Уже? 16-кубитный, да. Они его создали, и не так давно вот даже была, например, прямая линия с президентом, где они про него рассказывали. Это группа Николая Калачевского. И, возвращаясь к Харду, это одно из направлений, это ионы. Второе, тоже интенсивно разрабатываемое направление, это сверхпроводящие резонаторы, кольцевые микрообъекты, в которых течет квантуемый электрический ток. Это тоже интересный подход. Он требует похожих условий в плане температур, вакуума, немножко другие способы взаимодействия с резонаторами. То есть там не лазерное излучение, а микроволновое используется. Вот эти два подхода, есть еще, да, эти два подхода наиболее сейчас развитые, потому что у них ряд свойств наиболее подходящих. Они не идеальны, к сожалению. То есть те компьютеры квантовые, которые сейчас создаются, вот там 16 кубит или там даже 50 кубит, они не позволяют решать практические задачи интересные, где бы можно было сказать, вот квантовый компьютер действительно дал прорывные какие-то новые результаты. Чтобы эти задачи решать, нужен компьютер, имеющий, ну, скажем, порядка нескольких сотен кубит хотя бы. А лучше еще больше. Чем больше, тем лучше. И вот создание таких компьютеров упирается в проблему, что квантовые системы чрезвычайно просто невероятно чувствительны к внешним воздействиям. То есть если мы их оставим, допустим, на столе вот тут, да, молекулы воздуха, которые сталкиваются с ионами, там, с поверхностью вот этих резонаторов, они очень быстро приведут к потере информации. Поэтому их помещают в очень глубокий вакуум. То есть система защиты очень сложная, очень дорогая, и это как бы вот, ну, чисто вот с точки зрения технологической, это очень дорого на самом деле получается. Да, и охлаждает до креогенных температур. И надо поддерживать эту температуру. Поддерживать, да. Жидкий гелий, то есть там 4 кельвина, там, такого плана. А вот тогда в процессе, вот у меня просто возникает мысль, в процессе вот этого создания, этой технологии, можно ли будет создать массовый компьютер, вот, квантовый? Или это как-то будет облачная технология, когда ты сидишь и пользуешься некой машиной, которая где-то от тебя находится там вдалеке. То есть это как некий такой гигантский сервер. Скорее всего, на первых порах, когда появится действующий квантовый компьютер, да, это будет облачная технология. Ну, собственно, они уже сейчас реализуются. То есть действующие квантовые компьютеры и у нас в России, и в мире, к ним есть облачный доступ. То есть какие-нибудь специалисты, создающие, например, алгоритмы, работающие в других местах, они могут через облако зайти и запрограммировать, и провести какие-то вычисления. То есть это, на самом деле, некое такое сочетание получается и современных технологий сегодняшнего дня, я так скажу, и технологий завтрашнего дня, то есть технологий квантового компьютера. Да, да. Именно так это сейчас себе и представляется. Иван, вот для того, чтобы нашим зрителям, ну, скажем так, может быть, не слишком усложнять для них, это потому что действительно очень сложные темы, вот хотелось бы, знаете, поговорить о вас. Вы человек, который, ну, живет даже не в 21 веке, а в 22, по сути дела, работаете над этими технологиями. А расскажите о себе, потому что удивительно встретить вот такого ученого в Самаре. Как вы сюда попали, чем вы до этого занимались, потому что у вас, насколько я знаю, очень хороший бэкграунд и очень неожиданный. Да, я родился в Самаре, здесь в 80-м году, учился в Самарском госуниверситете. После этого на три года попал в Самарский филиал ФИАН, и в 2005 году я уехал в США учиться в аспирантуре. Там я ее закончил, получил... А, по какой специализации? Физической химии. То есть вы химик изначали? Физическая химия. А, там уже физическая химия, ну, понятно. Она была с очень большим физическим элементом. Да, и после этого я работал в США в течение еще следующих 10 или 11 лет. То есть всего я провел 18 лет. Вот, я работал после аспирантуры сначала в лаборатории, которая занималась изучением процессов горения. Это называется Национальная лаборатория Сандия. А потом я попал вот в физическую группу Северо-Западного университета в Чикаго, которая занималась квантовыми технологиями как раз в применении к простым молекулам. Это вот такое новое интересное очень направление. Они видели применение этих технологий для прецизионных физических измерений. Но также есть варианты... Прецизионные, это чтобы зрители понимают... Это высокоточные. Очень-очень-очень. Это очень-очень высокоточные. Есть станки, вы прецизионные и так далее. Извините, я постараюсь говорить проще. И вот в этой группе я как раз приобщился к квантовым технологиям и заинтересовался использованием в том числе молекул, которые я тогда изучал в квантовых применениях для создания квантовых компьютеров, для создания сенсоров. Это моя тема. Исследования, которые я активно пытаюсь развивать, это одна из тем. Меня интересуют некоторые другие вещи еще. Ну и здесь, в России, я сейчас вот приехал в 2023 году. Я пытаюсь в этом направлении опять же развиваться, потому что какое-то задело у меня есть. Ряд работ, которые я выполнил в Северо-Западном университете, они чрезвычайно интересны, на мой взгляд. Ну и, мне кажется, научное сообщество их довольно высоко оценило. То есть мы сумели охладить двухатомную молекулу в внутренней степени ее свободы до чистого квантового состояния. Это прорывной результат, такого никто еще не делал. И это как раз позволяет использовать ее в компьютере потенциально, да? Вполне возможно, если разработать соответствующие технологии, да. И, соответственно, здесь я вот занимаюсь, работаю в этом направлении, да. Иван, вот вопрос такой, знаете, ну, наверное, может быть, даже неожиданный будет. Вы человек, который занимается наукой и который вот окончил Самарский университет, там, в школе наверняка были любители, как бы, вот, разных предметов и науки. Я так понимаю, вы с детства хотели заниматься наукой. Вы в детстве фантастику читали? Да, конечно. Вот тогда вы наверняка помните проблемы, о которых задумывались очень давно, связанные с тем, что сейчас называется искусственный интеллект, а когда-то это называлось там роботехника, не робототехника, а роботехника. Вот помните, если говорить об квантовых компьютерах, ведь одно из направлений – это искусственный интеллект, насколько я понимаю. Правильно? То есть, квантовый компьютер позволит вывести искусственный интеллект на принципиально новый уровень. Я не ошибаюсь? Ну, скажем так, сочетание квантовых расчетов и искусственного интеллекта, оно, скорее всего, будет использоваться, и оно действительно очень мощное. То есть, тот искусственный интеллект, который есть сейчас, он станет, ну, на несколько порядков мощнее. И тут возникает вот этот моральный вопрос. Если помните, если говорить о размышлениях старых писателей-философов, Айзек Азимов, три закона роботехники были когда-то такие. Я вот их прямо сейчас напомню, если их кто-то не помнит. Первое – робот не может причинить вред человеку или своим бездействием, допустить, чтобы человеку был причинен вред. Второе – робот должен повиноваться всем приказам, которые дает человек, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат первому закону. Третий – робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не противоречит первому и второму закону. Это было, об этом люди думали уже в 40-е годы. Мы сейчас заменим слово робот на искусственный интеллект, и как бы вот оно все актуально. Проблема в том, что сейчас я не думаю, что вот кто-то будет программировать искусственный интеллект, ориентируясь вот на эти три закона. Потому что искусственный интеллект уже, насколько я понимаю, используется в военных технологиях и так далее, и так далее. Вот вас это не смущает? Меня это очень смущает. Это большая проблема. И даже в отрыве от квантовых технологий сам по себе искусственный интеллект – это чрезвычайно мощная вещь. И мне кажется, мы находимся вот на такой точке бифуркации, за которой непонятно, что произойдет вообще. И во многом результаты зависят от того, в чьих руках окажутся мощные технологии и как они будут использоваться. И здесь вопрос во многом не к ученым, которые разрабатывают те или иные вещи, а к обществу в целом. То есть как общество мы должны эволюционировать, чтобы приспособиться к новым условиям. Какие-то разрабатывать новые, ну может быть, даже не законы, а моральные правила, способы существования. И вот эти вещи, они, к сожалению, отстают. Социальное развитие… Отстает от научного. Очень сильно. Просто невероятно. То есть мы как общество, наверное, еще где-то в конце 19 века застряли, или в начале 20-го. А наука уже ускакала в 21-е, причем хорошо. Поэтому что делать? Я не знаю, наверное, смотреть, развиваться, быть осторожным. Вот более четкого ответа я, к сожалению, не могу дать, но это действительно серьезная проблема. Я ее признаю, и она меня волнует. Просто здесь же момент какой? С другой стороны, невозможно сейчас не развивать эти технологии, потому что их развивают сейчас все. И тот, кто не будет развивать, если я правильно понимаю, отстанет навсегда? Ну, сильно отстанет, и это будет очень большой проблемой. Ну, вот как в 40-е годы, когда появилось ядерное оружие, США сначала испытали, применили. Потом Советскому Союзу ничего не оставалось, как разработать свое в ответ. Это создало какой-то паритет. И потом поверх этого уже политики и ученые, кстати, тоже. Ученые подняли эту тему достаточно быстро. Тот же Оппенгеймер в 1948 году заговорил об этом. Ну, и политике после этого пришлось договариваться. То есть какие-то общие принципы, понимание, что в ядерной войне невозможно победить. И, в общем, это дало нам какие-то десятилетия сравнительно мирной жизни. Без большой войны, по крайней мере. С искусственным интеллектом, ну, наверное, что-то похожее должно произойти, чтобы это не привело к глобальной катастрофе. С другой стороны, а, кстати, вот вы как считаете, искусственный интеллект сможет заменить, ну, вот сейчас пугают человечество, что очень много людей останется без работы, что многие профессии исчезнут. Соответственно, что люди будут делать? То есть, там, ну, я могу сейчас целый список прямо сходу называть, там, бухгалтера, юристы, там, низкого и среднего уровня. Кстати, журналисты тоже уже сейчас, собственно, искусственный интеллект, пожалуйста, пишет тексты. Пусть простые, пусть не очень хорошие, но он это делает дальше, он начнет делать еще это лучше. Вот как вы считаете, есть эта проблема? Есть, конечно. Ну, это как бы не новая проблема, она и до появления и развития искусственного интеллекта уже была. То есть, просто компьютеризация сама по себе, она очень много рабочих мест выбивает в сфере услуг. Там, где раньше вам нужно было иметь, ну, допустим, 100 человек, сидящих на телефонах, вы можете сделать автоматическую голосовую систему. Ну, да, так что, да, эта проблема есть. И я даже больше скажу, ну, есть какие-то, наверное, основания считать, что и число научных работников может сократиться, при том, что научная работа творческая. Даже так? Да, но есть околонаучные области, да, в которых, в общем-то, искусственный интеллект может что-то сделать. То есть, ну, я знаю, что многие, допустим, ученые, да, они используют вот эти системы, типа, чат-джпитит для написания статей. Ну, как бы не полностью написать статью, да, все равно идеи научные, они, лингвистическая модель их не понимает. Ну, да. Но изложить их она может, если ей объяснить, что нужно. Ну, если объяснять. А, кстати, а вы используете искусственный интеллект тогда в своей работе каким-то образом? Нет, я пока отстаю. Но вы планируете это делать? Ну, надо попробовать, посмотреть, что получится. Потому что есть реально очень много рутинной работы, которую можно было бы переложить на искусственный интеллект. То есть, да, например, перевод. Ну, согласен. Перевод статьи с русского на английский. Или в моем случае больше актуально с английского на русский, потому что у меня много статей в англоязычных журналах, которые мне вот сейчас хотелось бы перевести и, например, сделать из них докторскую диссертацию. У вас сейчас ученая степень какая? Вы... Пичди, доктор философии по физической химии. Это вы защищали в Штатах? Да, в Штатах. То есть у нас это аналог кандидатский? Да, это полностью признается аналогом кандидатской степени. Кандидатской диссертации, ученой степени кандидатской. Вот сроки тогда, вот хотелось бы понимать, сколько нам, скажем так, осталось до этого, ну, чудесного нового века. Я понимаю, что очень трудно прогнозировать. Я понимаю, что здесь вот настолько вот это мы сейчас очень шатко будем говорить. Но, тем не менее, когда примерно мы можем получить квантовые компьютеры? Вот это речь о годах, о десятилетиях. Потому что технологии-то сложные. Квантовый компьютер, да, технологии развиваются крайне медленно. И я уже сказал почему, повторюсь еще раз. Потому что квантовые системы чрезвычайно чувствительны к внешним воздействиям, которые приводят к тому, что просто устройство захлестывает шумом. То есть операции, которые мы делаем в квантовом компьютере с квантовыми битами, они должны быть очень надежными. Они надежны сейчас порядка 99%. То есть мы выполняем 100 операций, одна операция дает ошибку. Что это значит? Что у вас есть квантовый компьютер на 10 тысяч кубитов, и вы должны сделать, ну, не одну, а много операций с каждым кубитом. То есть может речь идти о миллионе операций. То есть такой квантовый компьютер с такой надежностью просто не произведет никаких полезных данных. Как это компенсировать? Первый путь — ну, либо повышать надежность до очень высоких значений, либо делать дополнительные кубиты, которые будут выполнять коррекцию ошибок. Первый путь — это очень медленный путь, он требует длительного развития. Вот, кстати, использование молекул вместо атомов в ионных квантовых компьютеров возможно позволит какие-то подвижки сделать в этом направлении, но не факт. Поживем и увидим. Второй путь с коррекцией ошибок приводит к тому, что нам вместо 10 тысяч кубитов нужен миллион. И это тоже проблема. Поэтому вот развитие идет медленно, и прогноз сейчас такой, что когда-то, может быть, через 10-20 лет мы получим первый действующий квантовый компьютер, а сейчас у нас эра шумных квантовых устройств, которые тоже можно использовать для, ну, не для расчетов в строгом смысле таких, скажем, численных, а для квантовых симуляций. У них есть свои применения, и вот это направление тоже... Ну, в общем, через 10 лет минимум, и тогда можно будет вот об этом... Ну, это, знаете, прогноз, основанный на... Я понимаю, что очень... ...линейных трендах развития. А, я понимаю, да, то есть, что может что-то произойти через полгода, и ситуация изменится кардинально. Да, может какой-нибудь черный лебедь произойти, и у нас линейный тренд сменится на экспоненциальный, и мы увидим квантовый компьютер. Намного быстрее, да. А по искусственному интеллекту тоже можно сказать, да, вот когда я начинал работать в Северо-Западном университете, это 17-й год, у нас была серия семинаров, и на одном из семинаров вот ученый, работающий на ускорителе, рассказывал о применении искусственного интеллекта для распознавания больших данных, у них очень большие объемы данных, для анализа данных. И вот это был, наверное, первый доклад, который я слышал на тему научного применения. С тех пор все очень быстро спрогрессировало. И мне кажется, что мы уже сейчас в такой ситуации, когда искусственный интеллект проникает всюду. Спасибо за интересную и содержательную беседу. Я уверен, что мы с вами еще увидимся вновь, потому что на самом деле тема интересная, и я надеюсь, что будет что-то новое у вас в том числе, что поможет создать вот те технологии, о которых вы говорили, намного быстрее. Спасибо. Спасибо вам. Напоминаю, в нашей студии был Иван Антонов, доцент кафедры физики Самарского университета имени Королева, старший научный сотрудник самарского филиала ФИАН. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok